В этом ролике я вам покажу свой автомобиль мечты, который я собирал на протяжении нескольких месяцев и наконец-то я его собрал. Было потрачено максимально просто много денег и сегодня я вам покажу уже финальный результат. Я думаю вы все понимаете что это за машина там и так далее, но сегодня мы поставим последний элемент тюнинга и закончим эту историю сбора данного автомобиля. Я конечно же надеюсь на вашу поддержку, на ваше понимание, давайте реально на этом ролике наберем 200 лайков, я вам буду максимально благодарен. Потому что я долго как бы это делал, то есть я запустил для себя такую цель собрать автомобиль и сегодня получается последняя серия, понимаете. За мурку реально можно поставить лайк, ну и конечно же подписаться на канал. Автомобиль получился классный, интересный, который у меня был на 0.1 сервере. Но если вы еще не играете на проекте, то не забывайте вводить конечно же мой промокод, пишите СЛЭШММ, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите самый лучший промокод полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, его можно вводить на любом сервачке. Ну а я вам могу пожелать колеса же, только приятного просмотра, приятного аппетита, все полезные ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите смотрите и начинайте играть вместе со мной. Если что, я играю на втором сервачке. Ну что ж, дамы и спада, за моей спиной находится тот сам автомобиль, который я себе хотел, собирал и на который я потратил очень много денег. Осталось только поставить один элемент тюнинга, а именно третий чип, который я ночью приобрел. Давайте подробно рассмотрим данный автомобиль, то есть да, это пацаны М5 F90. Если что, здесь нету там стробоскопов там и так далее, то есть здесь есть у нас получается неон, есть нитро, аудиосистема и сейчас я поставлю сюда третий чип. Третий чип тюнинг, за который я дал тоже довольно-таки много денег. Ну что ж, давайте ставить данный чип тюнинг, установить третий чип. Все, я установил третий чип, теперь у меня полностью та машина, которую я реально хотел. То есть я сюда поставил третий чип, поставил сюда получается рамки, номера, неон, нитро. То есть тачка реально получилась такая, которую я хотел. Вот так вот выглядит ПТ с данного автомобиля. То есть да, шесть владельцев, я ее купил как бы не с автосалона, то есть я ее изначально купил у человека и здесь стояла только аудиосистема. Все остальное я сюда сам поставил. То есть тачка реально получилась довольно-таки интересная, классная. Я не знаю, многие возможно будут меня осуждать то, что я в эту машину вложил столько денег, проще было купить уже готовую. По факту да, готовую тачку было бы купить намного дешевле, намного дешевле. Даже за ту сумму, которую я потратил на тюнинг данного автомобиля, я мог бы купить такую машину фул зеленую со стробоскопами, понимаете? Ну что ж, пришло теперь время потестировать. Я потому что на третьем тюнинге не ездил, то есть на первом наехало 246 по-моему. Сейчас посмотрим максималочку, 273 километра. То есть максималка увеличилась где-то на 30 километров, ну может быть 27. Ну как бы да, это не особо много, но в целом как бы отлично. То есть теперь она полноценная такая тачка, которая реально едет. То есть да, есть машины побыстрее, та же самая Ешка, РСка, они едут быстрее. Но пацаны, так получилось, что к сожалению, раньше М5 была максимально такая эмбовая. Она ехала там под 300 километров в час, но потом ее пофиксили, и сейчас как бы она не самая эмбовая, что в принципе меня не радует. Было бы реально неплохо, если бы они сделали ей хотя бы максималку там 280-290. Потому что М5 все-таки такой, знаете, мощный, интересный автомобиль, который есть у многих. И было бы круто, если бы ему хотя бы немножко увеличили максимальную скорость. Я думаю то, что вас интересует, сколько все-таки денег я вложил в данном автомобиле. У вас сейчас будет все расписано на экране, то есть подробно. Что за сколько я купил, поэтому можете сами посмотреть и почитать. Я от себя скажу то, что вышло 247 миллионов. Это просто дохрена. То есть если округлить, это получается 250 миллионов. Мне обошелся данный автомобиль в том виде, который он есть сейчас. Как я и говорил, я не жалею, потому что у меня был такой же автомобиль, в таком же цвете, с таким же тюингом, с таким же неоном на 0.1 сервере. Но к сожалению, по моей глупости, меня деактивировали. Потому что я занимался очень плохими вещами. Но желание вернуть этот автомобиль у меня было, понимаете. Я скучал за этим автомобилем, запал просто в душу. И я хотел просто восстановить и вернуть данный автомобиль. Я сделал все то же самое, что было у меня на 0.1 сервере. Но к сожалению, номера здесь стоят другие. Здесь у меня номера Мур пятерки, потому что семерки продавать не захотели. Поэтому мне пришлось покупать другие номера. Тоже дорого. Очень дорого я считаю, потому что я купил за 55 миллионов. Хотя им цена реально, ну, тридцатка это потолок, понимаете. Это прям, ну, максимум. Да, я переплатил за номера, но для того, чтобы машина была полноценная. Я хотел, чтобы номера были именно Мур. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Реально очень классная машина. То есть, да, возможно, как бы она очень дорого мне обошлась. Скорее всего, это так оно и есть, это 100%. Но в любом случае, я доволен данной покупкой, так сказать, данным челленджем, данным испытанием для меня. Просто, понимаете, восстановить ту машину, которая у тебя была на другом сервере, это было максимально сложно. Да, на той машине была густоимость, другая совсем, был другой пробег, но сама по себе машина получилась такая же классная, которая была другая машина, понимаете. То есть, в целом, да, это не копия, это не полноценная копия того автомобиля, потому что здесь не хватает номеров, госцены и пробега. Но в целом, визуально, эта машина очень сильно похожа на нее, и мне она приносит просто уйму удовольствия, понимаете. Эта машина нравится не только мне, многие на нее обращают внимание, много ко мне людей подходят, говорят, ебать, я тачка классная. Она притягивает внимание, так сказать, окружающих игроков, меня все узнают в этой машине, потому что она одна такая. Есть там М5, там, с радугой, там, на стробоскопах, на градиенте, но на статичном неоне, пацаны. Я М5 не видел. Можно сказать то, что я горд за свой автомобиль, потому что таких автомобилей нету, понимаете. Вы не найдете такой же самый автомобиль, как у меня. Возможно, по тюнингу, да, но там, номера, допустим, неон, там, и так далее, то есть, подобрать цвет тоже будет очень сложно. Я сам его с трудом подобрал, поэтому мне нравится выделяться, понимаете. Я кайфую от того, что мой автомобиль такой красивый, такой уникальный, и я могу выделяться среди других игроков. Я реально кайфанул от процесса, как я его собирал, как я искал тюнинг, то есть, мне сам процесс очень сильно понравился. Когда вы получаете все и сразу, у вас просто быстро пропадет интерес и все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все полезные ссылочки в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Если что, я играю на втором сервачке, поэтому приходите ко мне, буду всем рад. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока-пока.